Всем приятного аппетита, с вами Skyline. Сегодня поговорим об OBT-T80 в игре Armored Warfare. Ну что сказать, эта машина оставила очень хорошее впечатление. Во-первых, она имеет очень хороший альфа-страйк. У нее есть динамика, конечно, не как у OBT, но она тут есть. Ну давайте-ка поподробнее. Итак, с первого пункта, бронирование. И вот тут вот, до аппа башни, как я понял, то ли ему башню апнули, то ли еще что-то, он был, мягко говоря, не очень. А если не мягко говоря, он был полным дерьмом. Потому что реализовать альфа-страйк, когда у тебя нет брони, ты светишься, хоть у тебя и высокое бронепробитие, но оно недостаточно, чтобы сшить в лоб OBT, большинство OBT, ну, конечно, кроме T-80. Причем даже в НЛД и приборы, там, допустим, мехвода, это было очень сложно сделать, так как они были забетонированы. Но сейчас с некоторыми патчами пробития у нас из-за новых нововведений, там, грубо говоря, из-за ослабленных зон OBT, собственно, мы можем пробивать их. Да, это очень тяжело, но, в принципе, пойдет. Ну, если честно, такой геймплей не особо для меня. Но если его рассматривать с точки зрения только альфа-страйка, то в этом смысле он мне очень сильно понравился. Можно сказать, что он даже был бы имбой, если бы не его, а, все-таки, не очень хорошее бронирование, б, все-таки, не очень хорошая скорость и маневренность, ну, и, конечно же, незаметность. Но OBT и незаметность, это, собственно, два разных понятия. В остальном же у нас отличная перезарядка, отличный альфа-страйк, еще раз повторюсь. Ну, и что еще нужно для OBT, который должен реализовывать, собственно, ДПМ и альфа-страйк? Кстати, ДПМ, он у нас тут просто отличный. Если мне не изменять память, 3800. Это очень большие цифры, хочу вам сказать. Да и, в принципе, альфа у нас что-то там в районе 500 единиц урона, могу, опять же, ошибаться. Это довольно-таки много. Тот же Челленджер, вот сейчас можете посмотреть, он просто охреневал, как он получает свой борт по 500. И очень удачно получал. Сейчас, правда, альфа не вылетела, но это уже, как, собственно, рандом повелит, так и будет. Кстати, насчет рандома. У нас, если... как, от чего зависит геймплей на этом танке? Во-первых, от союзников. Если союзники вам светят, ну, то есть, ББМки или ЛТ, ну, и УБТ, конечно, на крайняк, но это бывает очень редко, то у вас только один вид геймплея. Это крыса Чита из кустов. Почему? Потому что нет брони. Была бы броня, был бы совершенно другой танк. Да, конечно, можно поджиматься под горку, танковать от башни, но ПТУРы от тех же ББМок, да и УБТ, никто не отменял. И сейчас вы в этом хорошо убедитесь. Потому что получать ПТУРы по 600-800 в башню, не пойми откуда, когда ты не понимаешь, что тебе делать. Это еще то удовольствие, хочу вам сказать. Сейчас будет очень интересный момент, как я не попадал в Абрамса. К сожалению, я этот реплей записывал через трону программу, и вам не удастся видеться в снайперском прицеле, но это было очень смешно. Он, получается, едет вперед, и каким-то образом мой снаряд летит то выше, то ниже, чем надо. То правее, то левее. В общем, по-моему, я так в него ни разу не попал. Кстати, сейчас у меня попал ПТУР на 650, по-моему, что-то в этом районе, но очень большие цифры. И я не понимал, что мне делать. Я просто начал назад отъезжать, и поэтому я даже по Абрамсу не пострелял. У меня уже, вот, все, ХП практически кончилось от этих ПТУРов. Но, тем не менее, я нашел обидчика своему, это был БМП-3. Я начинаю по нему стрелять потихонечку. Сейчас вы этот, собственно, момент увидите. Вот я в него попал, и сейчас еще раз, по-моему, в него попаду и заберу. Да, я его все-таки заберу. И вот, собственно, нет моего обидчика. Ну что ж, подводя Италги, Т-80 это танк для тех, кто умеет ждать и терпеть. Это, во-первых, кто умеет реализовывать ДПМ Альфа-Страйк. Пусть с хорошим пробитием, но рассчитывайте то, что большинство тех же челленджеров вы сможете пройдить только в борт. А на больших дистанциях это практически ничего. Ну, в общем, как-то так. Смотрим результаты боя. С вами был Skyline. Надеюсь, вам понравилось. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok